Пятый год подряд в преддверии Дня Победы школа номер два проводит фестиваль патриотической песни «Наследники Победы». Мероприятие проводится на открытой площадке напротив школы на Аллее Победы, где в прошлом году был установлен памятник труженикам тыла. Песенный фестиваль собирает много буявлян. Во-первых, это сами многочисленные участники, а принять участие по своему желанию могут все классы с первого по одиннадцатый. Сегодня в преддверии великого праздника, самого священного праздника, 9 мая, мы проводим наш традиционный школьный фестиваль военно-патриотической песни «Наследники Победы». Этот фестиваль у нас проводится уже в пятый раз. И сегодня, как и обычно, в нашем фестивале принимают участие ученики с первого по одиннадцатый класс. Мы благодарны всем коллективам, которые приняли участие в нашем фестивале, благодарны родителям, которые также откликнулись на наши просьбы. И тоже здесь сегодня вместе с нами готовятся к празднованию Победы. Здесь те коллективы, которые хотели выступить, поэтому мы никого не заставляем силой. Дети выступают по собственной инициативе, выбирая сами репертуар. Это и военные песни, это песни современных композиторов, то есть звучащие уже в наше, написанное в наше время, в мирное. Поэтому здесь инициатива и активность детей. Среди зрителей – родители, бабушки и дедушки школьников, жители близлежащих домов, горожане, которые оказались в это время на Аллее Победы и решили присоединиться к зрителям, а также все те, кто знал о мероприятии и даже с нетерпением ждал его. Очень хорошая идея перед праздником – провести такое мероприятие с детьми. Это нужно для детей? Очень нужно для детей, чтобы они помнили о войне, о своих родных, дедах, прадедах, о их подвиге, о том, как им было тяжело добиться Победы. Как готовился Ваш сын? Желание? Да, мы вообще пребываем, это с детства живо, помню, это все. Это очень важно. Добрая память о погибших воинах и детях, посмотрела с удовольствием концерт, подготовлено очень хорошо, настроение праздничное, погода хорошая, все хорошо, важный праздник. Важно для кого? Для детей или для взрослых? Я считаю, это для всех, для всех, как память обо всем, о будущем. Рада, что дети помнят это, дети помнят, мы помним, и жить будет мир на земле, и все будет хорошо. Самое важное – это патриотическое воспитание детей, что дети не забывают об участниках войны, о том, что они помнят о тех подвигах, которые совершили их деды, прадеды. И вообще это замечательное мероприятие, и вообще праздник для всех. С Днем Победы! Фестивалю предшествует тщательная подготовка, выбирается песня, проходят репетиции. Несколько песенных композиций было исполнено учащимися вместе с родителями. Те, кто нашел время, с готовностью присоединился к своим детям. Все участники, как и полагается, в парадной форме. Песни, прозвучавшие на фестивале, были посвящены Великой Отечественной войне, тому поколению, в судьбу которого эта война ворвалась. Каждая семья вправе не просто вспоминать своих родных, но и вставать их портретами в строй бессмертного полка и чтить ратные и трудовые подвиги поколения дедов и прадедов. У многих в семьях сделаны портреты героев, и дети приносят их еще до 9 мая на мероприятие, посвященное победе нашего народа в Великой Отечественной войне. Фестиваль не стал исключением. Школьники с портретами героев войны. Это значит, что в семьях хранят фамильную историю, и это приветствуется педагогами. Школа ведет большую работу по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В программу фестиваля вошли и инсценированные песни. Ведущие рассказывали собравшимся об истории создания песен военных лет. Всем хочу пожелать, чтобы помнили, потому что уходит старое поколение, все меньше и меньше становится ветеранов, слово которых может донести до них самую правду о Великой Отечественной войне. Поэтому, конечно, самое главное, это чтобы помнили, чтобы не забывали уроки прошлого, иначе это все может повториться, не дай бог. Спасибо.